Наша профессия называется артист-балет. И здесь два слова – артист и балет. Артист на сцене, если он умеет только делать технические элементы, не вкладывая в это никакой ни грамма чувств, ни грамма эмоций, ни грамма мозга, это неинтересно, это всегда видно в зрительном зале. Артист должен развиваться очень гармонично, он должен разбираться в живописи, он должен знать музыку, он должен знать современный театр, классический театр. Важность состоит в том, что сейчас техника балетного танца настолько сильно ушла вперед в связи с развитием спорта, художественной гимнастики, что какие-то технические элементы, которые раньше являлись каким-то трюком, как 32 футэк, сейчас уже таким трюком не являются, это делают все по голову. Другой вопрос – в качестве. Тут уже, да, тут есть кто-то лучше, кто-то хуже, но это делают все. Поэтому, если артист умеет делать только технику, это один уровень. Если он к этому добавляет еще свой, если он делает свой танец интеллектуальный, тогда это уже высокий уровень, тогда это хайлайд. Важность метода Ваганова. Дети, ну, во-первых, очень важно, что дети начинают заниматься в балетной школе на первом классе в 10 лет, когда еще не сформировался опорно-бедительный аппарат, и обучение этому методу, обучение балету идет во время формирования костей и мышц. То есть в самый активный период, когда это происходит, там, 13-14-15 лет, мы меняем свою анатомику, мы делаем ее такой, какая она нужна нам. Важность исключительно состоит в том, что, если ты овладел школой Вагановой, школой классического балета, по методу Вагановой, то, в принципе, дальше ты умеешь профессионально работать, ты знаешь профессионально свое тело, и ты можешь называть практически все. Не все, но практически все.